Семь часов вечера в Киеве. Вы смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Субтитры сделал DimaTorzok Признание России результатов так называемого голосования ведет к срыву переговоров и дестабилизации ситуации в регионе. Об этом заявила на заседании трехсторонней контактной группы в Минске представитель Украины Ирина Геращенко. 11 ноября в оккупированных районах планируют провести выборы глав так называемых ДНР, ЛНР и местных парламентов. Их проведение уже осудили Евросоюз, Соединенные Штаты, страны G7 и большинство членов ООН. Сегодня Кремль заявил, что Россия намерена признать результаты голосования. Парламентский контроль за расследованием убийства активистки Екатерины Гонзюки, проверка сведений о нападениях на активистов. Верховная Рада поддержала создание соответствующей временной следственной комиссии. В нее войдут члены всех фракций и один внефракционный депутат. Председателем выбрали народного депутата Борислава Березу. В течение трех месяцев члены комиссии будут собирать и систематизировать данные о нападениях, заслушивать отчеты о расследовании дела Гонзюк. Временная следственная комиссия – это инструмент парламентского контроля за следствием. Мы не можем расследовать, мы не можем найти виновных, но мы можем дать оценку, каким образом проводятся следственные действия. Действительно ли весь круг подозреваемых рассматривается? Действительно ли допрашиваются люди? Проводятся обыски? Проводятся люди? Проводятся люди? А подозреваемого Николая Новикова отпустили из-под стражи. Украинские бренды в Шанхае. На выставке China International Import Expo открылся национальный павильон. Украина впервые представляет свои товары в Китае. Это сотни продуктов в сфере машиностроения, сельского хозяйства, IT-технологий. Больше знает корреспондент ЮИТВ Юлия Башко. Рюкзак с украинским флагом, который еще и развивается. Эта разработка привлекает на выставке немало желающих, которые хотят понять, как это работает. Секреты изобретатели не раскрывают, но охотно дают попробовать поносить рюкзак. Лампочки специальные внутри, их 320 штук. Управляется с помощью приложения на Android и на iOS. Можно рисовать, можно выбирать. Мы сделали очень много разного контента. Можно писать какие-то бегущие строки. То есть, по факту, использовать как угодно. Мы даже сделали, в нем можно играть в тетрис. Не каждый раз увидишь украинского изобретателя, который пытается сломать свою разработку, да еще и прямо на выставке. Можно еще в него бокалы побить. Я могу на него попрыгать. Так разработчик показывает, что этот тачскрин-стекло выдержит любые нагрузки. Надеется, после такой рекламы такие столы точно появятся в китайских ресторанах. Выбираем рыбку, мясо, бургеры. Если нам нравится, мы нажимаем «Заказать», и заказ отправляется на кухню. Пока мы ждем, мы видим онлайн, как это готовится на кухне, живая камера. Пока мы ждем, детки могут развлекаться рисовать что-то, собирать пазлы. На выставке в Китае Украину представляют десятки компаний. Часть из них присутствует виртуально. На национальном стенде мы сделали такую возможность, чтобы больше компаний могли о себе рассказать. Мы разработали электронный каталог. В нем больше 180 компаний. Потенциальные партнеры могут связаться с ними, даже если они не здесь. Национальный стенд Украины на одном из почетных мест в павильоне напротив китайского. Поэтому неудивительно, что это и место для переговоров с партнерами Поднебесной. Вот один из первых гостей – губернатор провинции Цзилинджу Тяншу. В рамках выставки «Импорт-экспо-2018» проходит украинско-китайский форум. И уже есть первые договоренности. Украина и Китай официально заключили договор, который запускает план действий по экономическому сотрудничеству и торговле. Договорились в четырех отраслях. Сформировали группу, которая наработала на форуме «План действий» и продолжит сотрудничество в декабре 2018 года в Киеве. Это вопросы сельского хозяйства, машиностроения, IT-технологии, IT-индустрии и туризма. Кроме товара, украинцы презентовали на международной китайской выставке сразу два бренда. Это «Ukraine Now» – «Украина сейчас» и «Trade with Ukraine» – «Торгуй с Украиной». Это означает, что Украина готова брендировать себя за рубежом. Это очень важно для будущего. Все, кто видит этот символ, будут знать, что это качественная, интеллектуальная, уникальная продукция из Украины. Шелковый пояс буквально завязывается в один большой торговый узел. В битве за китайского покупателя сошлись самые известные мировые производители. Это не просто первая международная китайская выставка импорта, это еще и самая масштабная. Только представьте, здесь собраны более 5000 товаров со всего мира. Китай открывает границы для импорта. И участие Украины в этом значимом событии – знак того, что страна может рассчитывать не просто на участие в проекте «Великий шелковый путь», но и стать его неотъемлемой частью. Товарооборот между двумя странами только за последний год вырос на 4 миллиарда долларов. В перспективе на ближайшие 5 лет Украина и Китай планируют увеличить объем торговли минимум до 10 миллиардов долларов. Выставка «Импорт Экспо-2018» будет длиться 5 дней и завершится в субботу, 10 ноября. Из Шанхая Юлия Башко, Алексей Идрисов, ЮЭТВ. Эксперимент в одной из столичных гимназий. Робот рассказал киевским школьникам о правилах дорожного движения и поведении на дороге. Помогали ему настоящие патрульные полицейские. Как это было, видела Тамара Каноненко. Это робот Бамблби – машина-трансформер из известного голливудского фильма. Он и проведет урок. Попал сюда с целью того, чтобы показать детям, как нужно соблюдать правила дорожного движения, так как дети смотрят на героев в фильме и хотят им подражать. Ему ассистируют украинский полицейский и игрушечный инспектор Котик. Они объяснили, где и как переходить дорогу, а еще показали школьникам разные виды светоотражающих элементов. Они не оставят детей незамеченными в темное время суток, что особенно актуально в осенне-зимний период. Так, есть у нас такая интересная линеечка-браслетик. Скажите, она для чего? Чтобы рисовать? Нет, чтобы быть в безопасности. Полицейский и Котик всегда одевают линеечку, и нас очень хорошо видно ночью на дороге. В зале первоклассники. Они внимательно слушали интерактивную лекцию и рассказали, что вынесли из урока. Нельзя никогда переходить, когда красный свет, поток машин. И нельзя перебегать, где нет пешеходного перехода или зебры. Я знаю, что надо, когда будет зеленый свет, надо переходить. Инициаторы урока – общественная организация «Трафик Челлендж». Они же основатели национальной программы по предотвращению травматизма на дорогах детей и молодежи. Ее председатель Ольга Дробышева написала книгу для детей о правилах дорожного движения в стихах и с яркими картинками. Мы хотим, чтобы дети шире смотрели на вопрос безопасности на дорогах, чтобы они понимали – это не навязанные какие-то нормы. Это то, что они делают, потому понимают последствия и опасность. Это их персональный выбор. За три года работы активисты совместно с полицией провели более сотни подобных лекций в школах, детских садах, детских больницах и раздали более 300 тысяч обучающих книжек. Актуальную информацию вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала UATV.ua. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV. Субтитры создавал DimaTorzok